Лесные шашлыки в Нижегородской области попали в разряд санкционных продуктов. Жарить нельзя. Сильнейшие пожары бушуют сейчас в Прибайкальском регионе. У нас обстановка гораздо спокойнее, но тем не менее разжигать костры в лесах и лесопарковых зонах запрещено. Об этом сообщают аншлаги на каждом въезде, но многие люди на подобное распоряжение не реагируют. Именно поэтому сотрудники МЧС и проводят рейд, выявляя нарушителей. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто разжег? Вы? 17 апреля введен особо противопожарный режим. Пока он не отменен. То есть если дождями будет заливать и смывать, не будет замороз. Пока он не отменен, действует. То есть сейчас везде все гниет, урожай гниет. Нет, ну вы смотрите, у вас сейчас, вы хотите сказать, идет дождь? Первый день, да, дождя нету, надо же. Ограничение прав и свободы граждан. Это так. Если есть постановление запрещающее, как у нас с курением. В общественных местах курить нельзя. Можно курить там, там, там. Вы находитесь вот на данный момент, вы находитесь на территории лесного массива. Пожалуйста, выезжайте за пределы леса и готовьте. Когда было, вот действительно, аномальная жара, да? Я согласен, в принципе, там вот даже вот эта скрыта, там могло что-то сгореться. Земля вся сырая, почва сырая. У нас открытого огня нет. Это угли, мангал, меры предосторожности стоят. Я против этого раза. Здравствуйте. Все до жарили? А, не знаю, чем оставили кто-то. Да? Да. Все было? Да. То есть к вашему приезду здесь же мангал стоял? Да. Не поверите. Да. Не поверите. А кто-то оставил мангал? Мы так его посели. Прямо с картошиной вот так вот стоял. С картошиной нет, мы решили положить, картошину пожарить. А, то есть вы сами ее положили, да? Да. Кто-то ведь оставил, хулиганы какие. Заливайте, заливайте, давайте. Мы? Да. Мы проведите шашлыки с собой. Так вы знаете, от 2 тысячи? Да, готовы. Штраф за данное мероприятие до 4 тысяч рублей на граждан. То есть за то, что просто приготовили шашлык, вам можно выписать штраф до 4 тысяч рублей. Вот мы как видим, то есть люди разожгли костер и не потушили, убежали. То есть завидев нас, сотрудникам полиции, люди просто бросили костер и убежали. Вы приходите за этими людьми просто дотушивать данные костры. Отдыхают тисто по-русски. Отдохнули, а после нас хоть потоп. Всего же за этот весенний-летний период, по данным управления лесного хозяйства, в регионе произошло 25 лесных пожаров на площади в 12 гектаров. Это очень мало. Ведь в начале года синоптики пугали нижегородцев повторением 10-го года и такой же удушающей жарой. Прогнозы эти, к счастью, не сбылись и засухи не случилось.